Всем привет! Это история от анонима. Сейчас я зачитаю письмо, дам какие-то свои комментарии, может где-то буду останавливаться. В общем, также мы с автором письма ждем и ваших комментариев под видео, пообсуждаем, посмотрим. Кому нравится подобный формат, ставьте лайк, подписывайтесь и распространяйте видео в соцсетях. Давайте переступим. Долго я решалась написать письмо и получить ваш совет. С удовольствием смотрю ваш блог, познакомилась с ним совсем недавно, к сожалению, но уже пересмотрела все видео. Очень интересно, да и вы располагаете к себе, что приятно. Спасибо вам большое за блог. Думаю, ни одной тысячи девчонок он помог. Спасибо большое. Написать письмо я не решалась, наверное, потому что хотела искать оправдание ему, виновнику этого письма. И, честно говоря, я даже не знаю, с чего начать, но попробую максимально кратко, хотя я понимаю, что будет очень совсем письмо не короткий. Впервые я была в Турции три года назад. Несколько дней провела, делала маме подарок на юбилей. Никаких даже рядом мыслей о мужчинах у меня не было. И вообще я люблю на самом деле Азию, путешествия туда. Но сейчас из-за загруженности на работе у меня был вариант почти только один Турция. И вот в мае мы с дочкой полетели в Аланию. Поездка не задалась у нас с самого начала. Нам задержали рейс несколько раз, представляете, и поездка с аэропорта в больницу сразу с дочкой. У нас был сломан чемодан. Ну вот мы все-таки в отеле. Пять звезд, первая линия, выбирали хороший отель. И сели от нас, опять же, в ужасный номер. Потом, конечно, нас переселили. Все мне не нравилось. Два дня общения с туроператором и мои гневные истории в Инстаграм. Ну, по итогу, подхожу я в отеле к отдельному другому гиду в надежде решить мою проблему. Нужно было нас еще раз переселять из того номера, так как номер оказался, в который нас уже переселили. Рядом с лифтом и комнатной горничных. Поэтому постоянно стуки, шум, крики, грохот, разговоры у людей, лифт шумит. Короче, кошмар какой-то. Отель Мегид уходит, и я жду на террасе. Ко мне подходит сам менеджер отеля. Соответственно, это был он. Нет, я не утонула сразу в нем. Даже не рассматривала его ни на секундочку как мужчину. Я объяснила проблемы, с которыми я подошла. Он владел русским языком. Он меня выслушал и решил нашу проблему буквально за минуту. Нас тут же переселили в шикарный номер в другом корпусе с выходом в релакс-зону бассейна. Со своим баром, тренажерным залом. Все, короче, было прекрасно. Мы обменялись ватсапом на случай, если дальше у нас будут проблемы в отеле, можно было к менеджеру обратиться. Позднее он написал мне, спросил, все ли у нас в порядке. Я попросила встретиться в лобби. Мы встретились, и я подарила ему подарок. Я привезла из России какие-то вкусности и дала ему тысячу лир за решение проблем. А он тоже пришел с подарком от отеля и попросил вообще-то не включать красную лампочку на двери завтра, потому что хочет передать нам комплимент от отеля. До этого осенью я отдыхала в Таиланде, где познакомилась случайно с мужчиной-арабом из Саудовской Аравии. Мы время от времени болтали на английском соцсетях. Он сразу знал, что ничего у нас с ним как бы не будет, просто легкое общение. Для меня это польза была подтянуть язык. И этот араб узнал, что я лечу в Турцию. И тогда он взял себе билеты и прилетел в соседний отель на четыре дня, чтобы мы просто с ним как-нибудь увиделись, вечером покурили кальян, никаких прикосновений, ничего подобного, просто беседа. Он проводил нас с дочкой до отеля, мы пожали друг другу руки, и он сказал, что у него есть подарок для меня. И достал браслет из своего отеля из кармана, на что я отреагировала крайне негативно, так как это совершенно ненормально для меня идти в отель к какому-то мужчине, в номер к нему за подарком. На следующий день он писал, приглашал нас с дочкой опять погулять в парк Легенд, например, в Анталию. А потом спросил, хочу ли я получить свои подарки. И мы тогда окончательно разругались. Я сказала, что простите, конечно, но ходить по номерам к мужикам каким-то я не собираюсь. Заблокировала его в итоге. Так вот, турок передал нам комплимент от отеля, а на следующий день, придя в номер, там был букет цветов от этого араба, который я сразу же отправила в мусорку. В итоге с турком мы еще списались, выпили кофе на террасе в отеле, и тут я начала чувствовать, что он мне начинает нравиться. Шутил, смеялся, мы договорились с ним выпить как-нибудь вина, например. Он написал и пригласил меня на следующий день в ресторан. Я ответила, что ну да, конечно, я принимаю приглашение, но хочу сразу сказать ему, обозначить свою позицию, что это просто дружеская встреча, ничего большего, так как я примерно представляю, как большинство турок относятся к иностранкам, русским девушкам, которые приезжают в отпуск. А он сказал, что конечно, конечно, ни на что большее он, конечно же, и не рассчитывает. Короче, мы посидели в ресторане, я выпила один бокал вина, мы с ним курили кальян, общались. Он спрашивал, какие мужчины мне нравятся. Я рассказывала, что работаю управляющей в ночном клубе у себя на родине, спрашивала, репнивая ли я, почему я не в отношениях на данный момент. И я сказала, что очень много работаю, мне некогда, и пока на самом деле я не хочу отношений. И я не встретила того мужчину, в которого бы я влюбилась. В ту ночь мои соседи сильно шумели, и я написала ему, он решил этот момент еще, переписывали с ним парочку часов и все. Он сказал, что он тоже не женат, женат никогда не был, работает сразу в двух отелях и на корабле, детей у него нет, и пока занят работа, и не встретил тоже ту девушку, с которой бы хотел жениться. За всю свою жизнь был он два раза в серьезных отношениях. Что в Аланье у него квартира небольшая, в старом каком-то доме, как я поняла. Машина у него иномарка не самая новая, но нормальная. Короче, живет один. Родители у него то в Стамбуле живут, то в Аланье. В семье он один ребенок. После он пытался мне вернуть те тысячу лир, которые я изначально дала, и я положила ее в дверь его машины. В итоге он раздал эти деньги ночевые студентам в отеле. Затем уже я предложила повторить встречу, мы договорились, но в тот день он не смог, так как был на дне рождения мамы. В итоге он прислал фотографию торта, выложил в инсту фотографию мамы цветами. Затем мы хотели встретиться еще раз, но освободился он опять поздно. Затем наша встреча была только на террасе в отеле, мы общались. Короче, отпуск подходил к концу. Он спросил, когда мы улетаем. Я сказала, что возможно мы еще задержимся в Аланье у друзей. Мы еще несколько раз списались. Ну, ни о чем конкретно мы вообще не общались. В день вылета я связалась с друзьями. Они предложили остаться еще в Турции, погостить в их квартире, приехать к ним в гости. Мы согласились с дочкой. Но на следующий день, так как в этот вечер они были заняты работой и учебой, друзья, я не хотела одна сидеть у них дома. И я написала Турку о возможности продления номера еще на сутки. Он предложил встретиться, но я выглядела, честно говоря, ужасно. Так сильно оттекла, и я сказала, что вообще не могу, так как сегодня выгляжу не супер-пупер камильфо, непрезентабельно. В итоге мы оплатили номер еще на день и остались с дочкой. В этот вечер я была с дочкой в лобби отеля и вышла на террасу. Покурить просто. Ко мне подошел официант, пододвинул кресло, дал мне пепельницу и предложил присесть за столик. А там сидел какой-то взрослый мужик-турок. У него был накрыт стол, видно, что состоятельный, серьезный человек. Я отказалась, конечно же. Официант сказал, что мне не очень-то, не о чем волноваться, это хозяин отеля. Я опять настояла на отказе. Позднее я проводила дочку в номер и вернулась на террасу. На нашей террасе в это время темно, в номере сидеть не хочется, а идти за территорию отеля как-то, знаете, страшновато. Короче, я сидела, слушала музыку, просто думала там о чем-то своем. Официант подошел и снова предложил присесть за столик к этому мужчине. Я отказалась вновь. Он присел ко мне и спросил, чем я занимаюсь, что он видит меня с турком тем, моим в кавычках. И спросил, друзья ли мы. И вдруг предложил поехать в Аланию, гулять, сказал, что любит меня и вообще я секси. Короче, я была в шоке. Так нагло ко мне еще никогда не подкатывали. Я категорично отказалась и просто ушла в номер. На следующий день, за час до выезда, нам отключили свет. Я написала турку и попросила включить свет обратно, чтобы мы собрались. Он не прочитал тогда. Мы выехали в итоге с номера и я ожидала на террасе, когда за нами приедут наши друзья. И тут нарисовался мой турок в компании каких-то мужчин-коллег. Мы поздоровались. Он зашел в WhatsApp и написал, что, ой, извини, не видел твоего сообщения про свет. Давайте я вам дам номер. Короче, я отказалась, что сейчас уже за нами скоро приедут друзья. Короче, в итоге мы с дочкой уехали в Аланию к друзьям, были в гостях. И вечером они заселили нас в двухэтажный пентхаус с бассейном. На следующий день он написал мне, спросил, где мы, что мы, какие планы у нас на вечер. Я предложила устроить мангал, например, у нас на балконе. Там на обоих этажах балконы на весь периметр квартиры и как раз был мангал. Я отправила адрес. Странно, но в этот день он освободился сразу в 18.30, а не допоздна, как всегда. Ладно, приехал, все привез. Мы еще сходили с ним в магазин. Взяли вино, фрукты, жарили мясо, болтали. Он спросил про ту историю с хозяином отеля. Ему официант рассказал все. Я также все рассказала со своей стороны. И про предложение того присесть за столик, приглашение в Аланью съездить. Конечно, он был зол. Я видела, что ему сильно это не нравится. Сказал, что вообще-то разберется с этим. И ему сказали эту историю, пересказывали немножко иначе. Я ответила, что можешь вообще-то посмотреть по камерам, если что. Потом, шутя, я предложила приехать в Россию. Он улыбнулся, спросил, а когда? Я сказала, 4 июня. Это его день рождения. А это было через 10 дней. Он не мог, объяснил мне тем, что сложно сделать визу. И сейчас самый сезон, начинается работа. Бросить работу он не может. Даже если с одного отеля его отпустят, то со второго нет. Сказал, что в октябре должен прилететь в мой город по работе. Он работает с инфогруппами как раз. И в инстаграме все фотографии с работы у него. И только с разных стран и городов. Короче, он еще и ездит по работе. Он спрашивал, были ли у меня какие-то отношения после развода. И, кстати, посмотрел мой палец, на нем следа от кольца. И сказал, что когда мы познакомились, мои пальцы, это первое, на что он обратил внимание. Они красивые. И спросил, почему после развода отношения у меня так и не сложились ни с кем. И я рассказала, что один парень меня очень ревновал, забирал телефон. И вообще-то не норма таких отношений. А второй изменил меня. И я, как об этом узнала, сразу ушла от него. Мы тут же дошутились до нашей свадьбы, что у нас родится сын. Спросил, мои условия для этого и так далее. Он служил в армии. И на шее носил армейский жетон, два штуки. Я, шутя, предложила дать мне один на память. Когда он прилетит ко мне, я его верну ему. Он согласился. Кстати, я шутила про мифическую жену. Он показал мне сайт со своими данными, где написано, что он не женат. И никогда не был женат, наверное, еды в лет. И детей у него нет. В ходе нашего общения он спросил, флиртовала ли я с кем-то в отеле, пока отдыхала. Я категорически ответила, что нет. И это была чистая правда. А он сказал, а я видел, как мне передавали цветы. И это был человек, который знал номер моей комнаты. У него был браслет нашего отеля. Ну, конечно, это была неправда, потому что номер комнаты я ему не называла. Браслета у него, конечно, никакого не было. Я ему просто рассказала всю историю, что и как было. Сказала, что, опять же, ты можешь посмотреть все по камерам. Как он проводил нас до отеля, мы даже не обнимались. Просто пожали друг другу руки и разошлись. По итогу он не приставал совсем. Был очень вежлив. Сказал, что ему кажется, что мной легко управлять. Я посмеялась, конечно. Он начал засыпать, но не уезжал. Потом он спросил, а если я останется, он у нас дома на ночь. Дочка плохо на это отреагирует. Я сказала, конечно, да. Но если хочешь, можешь лечь на первом этаже, а мы с дочкой ряжем на втором. И тема на этом была закрыта. В общем, он уехал. И завтра у нас уже был самолет. Мы созвонили с ним по видео. Попросил сообщить, когда доберемся до дома. Я написала ему. В Турции была уже ночь. И даже утром в часа в четыре он ответил. Сказал, что встал попить водички. Короче, он уже спит. В общем, это было воскресенье. Затем мы созвонились еще пару раз. В один из которых он спрашивал снова подробности на террасе с тем официантом. Звонил ночью уже с работы. Короче говоря, я уже по уши влюбилась, чего не было уже пять лет. Мы еще с ним поговорили. Я спросила, нравлюсь ли я ему. Он сказал, что конечно, да. Потом в среду он уже молчал. Я тоже. Четверг был день моего рождения. Вечером он позвонил поздравить меня. А так как я уже была влюблена и слегка выпившая к тому моменту, я решила спросить все прямо, ждать мне его в гости или нет. И кто я вообще для него. Я сказала, что я немного ревную его, что я не ревновала кого-то 14 лет уже только мужа. А он сказал, что нет повода совсем. Не стоит ревновать. Я спросила, а ты приедешь тогда в октябре? На что он ответил, что ничего не может обещать сейчас. Хотя когда я была в Турции, говорил, что возможно однажды будет сюрприз, и он прилетит. Я спросила, а кто я для тебя? И он ответил, что я друг. Тогда я заплакала. А он ответил, что а как мы будем вместе? Ведь мы далеко друг от друга. В ближайший год у него много работы, и у нас ничего не может вместе быть. Я ответила, что ничего не могло быть, ведь мы не в отношениях вообще-то. Он сказал, что нет. Он и не хотел ничего интима. И что мы зря вообще начали сегодня этот разговор. В итоге я заплакала. Он продолжал, что нужно поговорить завтра, успокоиться сегодня. А сейчас ему нужно идти. И он приехал вообще к друзьям. У меня был шок. Я говорю с ним, а ему идти, видите ли, к друзьям нужно. Затем я сказала, что больше не писал мне и не звонил никогда. И положила трубку. Еще он сказал, что я рассказывала про свой отпуск в Тае. Как на меня там смотрел мужчина. Я даже не сразу поняла, о чем он. А еще разница в языках. И я только поняла, что он сильно недоволен той историей про мой отпуск. А в истории это вообще было с другим смыслом. Но это не важно. Короче, важно, что он запомнил ее. А на следующий день я уже сама написала, так как хотела вернуть жетон ему. Ведь была убеждена, что он для него очень важен. Как он рассказывал мне о службе в армии и своей мечте когда-то стать военным. Я написала, что по возможности отправлю ему его. Или если не смогу, когда-нибудь он будет в Россию. Пусть даст мне знать. И я пришлю его курьером. Он молчал. Затем был пропущенный звонок. Я перезвонила. Он сказал, что случайно нажал тогда. И после встречи он мне напишет. Я и не написал. Конечно, тоже. Мне это было 31 мая. 4 июня я написала ему сообщение с поздравлением. Он сразу прочитал. Хотя обычно долго не читал. Но и не ответил. На следующий день в 8 утра по турецкому времени написал. Спасибо большое, дорогая. Мне очень приятно, что ты помнишь. Многоточие. И на этом тишина. Неделю не смотрела мои истории. Сейчас, конечно, смотрят каждую. У него несколько тысяч подписчиков в Инстаграме. И подписок, связанных в основном с его работой и туризмом. Турагентства разные. Возможно, он листает и даже не знает, что это моя сториз. Смайлик. Все общение. Он был очень вежливый, приятный. Видно, чувствуется его воспитание. Никаких пошлых шуток, намеков не было. Скажите, а что это было? Я уже и себя обвинила в поспешности, в том, что он прав и я не права. Про надежды и так далее. Все мысли передумала. И вот я хочу узнать ваше мнение на эту тему. Галина, почему? Потому что оно будет максимально честным. Я ему действительно нравилась? Или это просто была игра? И таких, как я, каждый день выходит пачками? Ждать ли мне его проявлений или все-таки забыть уже? Я, правда, не влюблялась уже так давным-давно. И никогда не рассматривала для этого чувства, для этих отношений к какому-то турку. И никогда бы не поверила, что это возможно. Очень жду ваш ответ. Ну, я думаю, дам мало комментариев, потому что письмо было очень долгим, детальным таким. Ну, что, лавстори, курортный роман, который закончился на курорте. Я думаю, что это было правдово ему симпатичный и так далее. Но просто, ну, вообще тут никакого криминала не произошло. Просто чувак подумал, понял, как бы, и ощутил. Он поиграл в любовь. Чувства были, симпатия есть, но он прекрасно понимает, что как бы пудрить вам мозги не хочет. Брать ответственность какую-то или вступать в сложные отношения на расстояние тоже не хочет. Ему вот этот вот геморрой, всякие мороки по поводу близко-далеко на расстоянии. Курортное продолжение романа неинтересно. Поэтому он это не продолжил. Все. Что мы тут можем сделать? На самом деле ничего, только принять решение человека. Да, это больно неприятно. Здесь же вопрос не то, что к нему, а с вашим чувством, что вам теперь с ним делать. Просто так сложились звезды. И этот парень, скажем так, есть такое слово, рэперные точки. Он показался вам максимально безопасным. Учитывая ваш не очень хороший опыт в предыдущем, я так никого не любила уже 5 лет, я никого не ревновала, как его уже 14 лет. И там много моментов. У вас не просто так личные границы про интим, про близость. Вы на самом деле мужчин провоцируете. Вот та история на террасе, когда к вам начали подкатывать, вы просто могли сразу встать и уйти, вообще туда не возвращаться. Ну что вы сделали? Я проводила дочку, потом я вернулась, там еще сидела. А вот он опять подкатывал. А я вот такая гордая, стала, все равно ушла. И вот это вот все оскорбилось. До свидания. Вот если мы берем конкретно эту ситуацию, вы могли вот этот процесс не проворачивать, встать и уйти. Это бессознательно, то есть не то, что вы там план придумали, да. Но у вас здесь просматривается такой момент. Ну не скажу, вы не флиртовали, типа глазками не перемигались, но четко чувствовали к себе внимание. Оно было четко заявлено, к вам подошли и сказали, там симпатия какая-то была. И если бы вы хотели завершить это действие, вы встали бы и ушли. Но вы остались и даже вернулись туда. То есть вам нужна была эта игра для чего-то, для чего? Чтобы отказать, поставить границу, точку. История с арабом в отпуске тогда. Приезжай, окей, на 4 дня. Конечно, скажете, это его инициатива, все это он и бла-бла-бла-бла. Конечно, но вы и не были против. Вы, находясь еще у себя дома, ему не сказали, чувак, знаешь, у нас с тобой ничего не будет. Спать я с тобой не собираюсь. Поэтому тратить бабки на 4 дня в Турцию лететь не стоит того. Поэтому, когда он прилетел и начал к вам подкатывать, он, конечно, пытался это сделать деликатно, издалека, скажем, подарок, траля-ля. Вот эта вся история начала лапшу там на уши, да, вам вешаться. И такая, нет, я не такая, ничего не будет. Мы просто общаемся, мы просто друзья. Но вы же чувствовали все равно симпатию. И еще просто друзья и чувак полетел на 4 дня в другую страну. Я не говорю, что он летел за интимом каким-то. Это не те траты, можно было, простите, за деньги что-то другое у себя дома сделать. Словно, правильно? Дешевле бы вышло. У него симпатия была, он бы ждал какого-то отношения, развития, какого-то общения. То есть я не про то, что он только бы, ради секса далеко так не едут, да. Но он на что-то надеялся. И он же не мог один это себе придумать. Вы же тоже ему давали повод это думать, чувствовать, общаясь с ним. И вы вот так раз, границу, резко, четко, не обнимаемся, ручки пожали. До свидания, разошлись, цветы я вообще в мусорку выкинула. Я к тому, что у вас есть определенный пунктик с мужчинами, есть свои страхи. И вы очень любите почувствовать к себе симпатию. Вы ее неосознанно проецируете на себя, провоцируете своими действиями. Не прямо открыто флиртуете, нет, это бессознательно не видно тогда. Но вы считываете внимание к себе, не прекращаете этого человека, позволяете немножко, скажем так, невербально продолжать эту историю. И когда мужчина переходит некую границу на сближение к вам идет, вы его резко обрубаете. И такая, ух, это реваншизм на самом деле психологический. У вас была какая-то травматичная история на эту тему, про личные границы, про приставание домогательства мужчины, что с этим связано. У вас это красный флажок. И вы его стопорите так. Далее, чувствуйте себя в безопасности. Поэтому за 5 лет вы ни в кого не влюбились, вы никого близко к себе не подпустили. Хоть у вас там вот он не изменил, я узнала, я ушла. А этот меня ревновал, забирал там телефон, что-то проверял, да, это типа не окей, не норм. То есть вы на самом деле проецируете мужчины к себе внимание. Потом говорите, это не окей, не норм, ты перебарщиваешь, до свидания. То есть ваша задача поставить точку, личную границу или расстаться. Последнее слово должно быть за вами. Вы от этого, назовем так, получаете свой кайф, а кайф у вас в безопасности. Я защитила себя. Это говорит о том, что когда-то была травма, где вы себя не защищали, не смогли себя защитить. И этот реваншизм, вы проигрываете эту историю в других-других отношениях. Защищайте себя. Про турка, почему на нем свет клином сошелся, почему влюбились, у вас чувства появились. А потому что он не брал на храпом. Ну, человек такой, не говорит, что он прошаренный какой-то через чувств, специально это делал. Что он делал? Он максимально безопасным сразу показался. И ему не пришлось ставить точку, личные границы очертивать. Он залез в вашу душу. Почему? Он не приставал. Видите, опять никакого напора, никакого секса, никакого намека. Намеки как бы были, но они такие поверхностные очень. Он не давил. А вы сразу ощущаетесь от тех, кто давит напором. Вы их сами при этом провоцируете изначально. А этому вы провоцировали? Провоцировали. Ой, я там написала ватсап. С соседями надо разобраться. Он решил за два часа, а тут у нас вот то, а тут у нас надо еще. Понимаете, у вас в этой есть провокационные действия. Если выходить на контакт, на общение. А знаете, какой интересный? Он работал допоздна. И тут он такой недоступный, и вас это заинтересовало. И он показал себя максимально безопасным. И вы какую провокацию максимальную, да, делаете? Вы приглашаете его домой, вне отеля уже. Уже все прямое. Он деликатно себя ведет там, с вами общается, не пристает ничего. И когда он деликатно спрашивает, можно я останусь у тебя ночевать? Как твой ребенок? Реагирует. Вы такая сразу, нет, нельзя. Если хочешь, оставайся на первом этаже спать, а мы с дочкой наверху будем. Вот, вы поставили, а это действие завершилось. А он что сделал? Не стал настаивать, опасно себя вести, а принял ваши условия, ваши границы и уехал. И вы такая, блин, идеальный мужик. Границы блюдет, меня слышит, слушает. Деликатный, вот он в душу так вам запал, залез. То есть, он мог бы классным, хорошим чуваком быть вообще без предыдущего, нормально себя повел. На самом деле, ничего такого криминала вот не произошло, да, нормальный парень. Просто, мне кажется, он с головой на плечах, есть влюбленность, какие-то чувства, приятно было пообщаться, пофлиртовать и так далее. Приятно провел время, чувства, эмоции. Просто он с головой на плечах, понимаешь, что ничего серьезного не выйдет. И точнее, он не хочет нездоровых отношений на расстоянии, когда больно, вот эти все такие страдания, вот эти всякие разборки. Тем более, он не был никогда женат, у вас есть ребенок. И не потому, что он против, например, да. Ну, это может быть проблема для его родителей, неодобрение. Ну, короче, это препятствие какое-то, что-то решать надо. Короче, он не за приобретение какого-то головняка себе пообщался и все. Типа, просто не судьба. А то, что вы тогда общались, фантазировали про приезд, его встречу, ну, это было подвинцо, приятно, комфортно. Он тоже хотел об этом помечтать, он тоже этого бы хотел, но прилагать к этому усилия он не хочет. Получать, простите, головняк и геморроид, это он тоже не хочет. Приятно пообщались, это вот чисто турецкий менталитет. Бакалым, бакарыс, посмотрим, может быть, будет когда-нибудь, да, я приеду. По-турецки это значит никогда будет, пока эти дату конкретную не назначили в Турции, на встречу, например, да, или на какое-то действие. Не верим, этого может не произойти. Пока билеты не увидите, это не произойдет. Понимаете, я к чему? Поиграл в отношения, не в отношения, а влюбленность, вот этот флёр. Получил от этого удовольствие вы в том числе. Только у вас кто дальше пошел, вы прям влюбились и сохнете по нему, страдаете? У него нет. Он себе рамки очертил. Почему вы втянулись? Потому что он поиграл в ваши манипуляционные игры, расположил к себе. И вы бы рады дальше продолжить. А он обломал, вот в чем дело. А я объяснила психологически, что происходит. Если по-человечески, конечно, мы оставляем эту историю. Приятный курортный роман общения. А вот, знаете, не осталось ничего плохого, оскомины, какой-то боли, трагедии, грязи. Приятно, романтично пусть так и остается. Знаете, что, какой вы делаете вывод из этой истории? Я не сухарь. У меня есть чувства. Я знаю, что какой мужчина мне нужен, как он должен со мной общаться, чтобы растопить мое сердечко. Чтобы я туда его впустила. Просто мы в следующий раз найдем беспроблемного, не на расстоянии, а поближе. Вы теперь знаете рэперные точки, да, такие моменты. Что мне нужно? Что меня цепляет? Это не я такая охладевшая, холодная, такая каменная, да, снежная королева. Нет. Просто я не встречала таких мужчин. Надо вот таких почаще встречать, общаться. Вот и все. Вот такой вывод по вашей истории. Честно скажу, ничего плохого не произошло. Приятный романтик. Он закончился. Тай бог, может быть, продлится, если парень вот выйдет на связь. Скажу так, ничего в нем плохого сказать пока что не могу. Нормально он вообще поступил. Ничего вообще такого грязного, вот, говорю, неприятного. Ничего после вашего письма не осталось. Так что все окей. Спасибо вас, что написали. Я думаю, комментарии девушек вас смогут поддержать. Пишите комментарии под видео, кто попадал в подобные ситуации. Или как бы вы поступили на месте девушки, подбодрите ее. Для тех, кто хочет взаимодействия со мной, кому нужна психологическая индивидуальная консультация, тема письма, консультация, инфобоксе. Есть ссылка на мою почту. Пишите туда, я вас проинформирую по условиям консультирования. Если кто-то, как автор письма, анонимно хочет присылать свою историю для ответа в видеоформате публичном, присылайте. История от анонима. Спасибо за внимание. Скоро увидимся. Всем пока. Субтитры сделал DimaTorzok